Пожар условный, действия настоящие. Несколько секунд и коридоры некогда оживленного жилого корпуса опустили. Слаженно и оперативно работают вожатые. Считанные минуты и все дети эвакуированы в безопасное место. Сегодня мы проводили тренировочную учебную эвакуацию в детском оздоровительном лагере «Зорька». Цель этой эвакуации было обучение персонала и детей практической эвакуации на случай возникновения пожара. В экстренной ситуации предсказать поведение детей практически невозможно. Именно поэтому руководство детских лагерей значимость таких учений не может недооценивать. Да, были учения тоже. У нас некоторые просто замыкались в кабинете и не уходили. За это как бы по головке не гладили. Потому что если бы получилось как в реальности, можно было бы изгореть. Все в безопасности, все построенные сотрудники МЧС решают еще раз напомнить ребятам, как избежать пожара и что делать, если возгорание все-таки произошло. Мы идем в лес, да, кушаем там, оставляем стекло, банки, да, банки бьются и даже и остаются, да. Солнечные лучи попадают в них и отражаются. Они фокусируют солнечный луч, отражается в дерево, да, в сухую лесу или траву и вот возникает пожар. Пожар. Поэтому что мы должны соблюдать? Какие правила, когда приходим в лес? Правила гигиены. Надо убирать за собой мусор. Никогда не бежать, это самое главное. Если, допустим, все побежали, один человек может упасть, споркнется упасть и про него все протопчутся. Все прямо, абсолютно. После теоретической части ребята окружили пожарную машину и засыпали пожарных вопросами об ее устройстве. И это вы такой силач. Такая тяжелая дитюка. Ну вы силач. А сколько там литров воды? Там не вода, там воздух. Газ. В первую очередь нужно позвонить 01 и сказать, где ты находишься, твой адрес. И потом нужно намочить тряпку и лечь на пол и ползти до самого выхода. И закрыть дверь. И предупредить соседей. Потому что мы же не одни должны спасаться, а других людей тоже. Знакомство с техникой на этом не закончилось. Каждый мог почувствовать себя настоящим пожарным. Чтобы быть пожарным, надо быть бесстрашным, гордым и отважным. Подобные учения будут проводиться во всех детских оздоровительных лагерях республики. Их в Бурятии более 25. Марина Непомничья, Халдар Домбаев. Первая альтернативная.